Как мы с вами обсуждали этапу симметрии? Мы с вами стали обсуждать этапу симметрии И мы написали с вами аркетный симметр для визора, правильно? Я помню То есть, мы с вами обсуждали этапу симметр, антикопу Ну, мы сказали, что если я только прогнозирую вот этот суперспинор, я уже называю, спинор, суперспинор, рапора По вариантному представлению, альфа, байс, 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 байс Ну, и есть вот такой спектак, который предназначается по контр-вариантному представлению А вот это тоже и сопряжённое представление, то есть, это фундаментальное, сопряжённое, именно Ну, и мы с вами не знали, что, конечно же, аркетный симметр Какой-то является вариантом для этих преобразований, да? Сказайте, что это, конечно, вы знаете, да? Можете по мне написать байс, 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 байс И тогда... Какая-то не должна быть байс, 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 байс Что? Ну, вот Ну, у нас есть индекс, да, сегодня А, естественно Значит, Ну, вот, значит, тогда это преобразуется, как будет преобразовываться? Если это по-лижнему представление, значит, это будет Ум Ум Берта Берта Какой-то штрих, да? Вот А здесь Берта Берта Штрих Берта штрих Аква штрих, да? Аква штрих Аква штрих Так правильно написал кресик И, это Соответственно, это Но это Ну, так же Легко показать, что, например, является вариантом, ну, мы можем еще есть какие-то тензоры, какие-то тензоры, в этом можно ввести еще тензоры, альфа, бета, гамма, да, ну, для СУ3, ну, для СУН, так сказать, соответственно, будет для н-индекса, вот. Ну, легко показать, что это тоже, опять же, является инвариантом, да, это будет в сторону, это будет, если я написал, я по-нижнему напишу, что будет писать, альфа, бета, гамма, да, то есть это будет альфа, альфа, штрих, да, у, бета, штрих, у, гамма, гамма, штрих, нам, соответственно, ε, чего там, альфа, штрих, альфа, штрих, да, А это равно от имбелителя, да, ну, на, ну, сама, да, 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 но это равно, соответственно, идите, да. Вот. Ну, и мы с вами вот, на случай, уже построили один из одной из моиморбек, значит, скроемку спинор, да, построили спинор, альфа, ну, то есть произведение, да, си, альфа на си, там, где-то, да, ну, то есть обычно это как-то получается, помещается, ну, можно сказать, у такого рамка, да, один по хо-вариантам, другой по контр-вариантам, да, вот. Ну, и, соответственно, мы из него выделили, раскопили его на два неприводимых представлений, которые, в принципе, уже знакомы, да, вот. Это, значит, восьмерка и единица, да, вот эти все вот три компонента, да, такие. Ну, не буду выписывать еще раз, да, мы в прошлом семинаре его писали. Вот. Мы можем его разбить на два и приводим к представлению. Вот. Ну, а теперь это, собственно, напоминание прошлого семинара, да, а теперь я хочу обсудить с вами... Ну, и мы строили с вами, например, довольно умные функции, да, какие-то вообще спонники, Ротов и Мизонов такие. Вот. Как вы, как по-своему, это знаете. Ну, а теперь сегодня я хочу с вами обсудить барионы, вот. То есть, Мизонов, да, я просто как-то вам напомню, что Мизонов уже все знали, вот, и актеты я вам написал, да, как по спинам равненную люксию, это скалярный, так и векторный актет Мизонов, да. Вот. Вот. Есть и другие. Было там у каждого еще по спинам. Да. Соответственно. Соответственно, да. Ну, а что такое барионы? Барионы – это кварт, кварт, кварт. Да. Состояние трех квартов. То есть, они преобразуются, как, ну, это спинор, пси, альфа, бэфа, да. То есть, как произведение там, ну, если бы такого, да, либо такого. Если это антибарионы, там, барионы, да, то, соответственно, по какому представлению преобразуется адекватно. Вот. Ну и что? Ну и давайте теперь попробуем расписать неприводимое представление для барионов, что мы можем здесь получить. Вот. Ну, для этого давайте, во-первых, сообразим, что все, любой, ну, во-первых, мы можем, конечно, рассматривать не только такие состояния общего случая. Вообще-то, спинор, сколько там, альфа-1, 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 да. Мы всегда можем сказать, что вот этот наш спинор, он симметричен, он всегда симметричен по верхним и нижним индексам. Потому что мы его можем привести, если, предположим, вот этот, уже подуманый сам А диссимметричен, да, мы можем как записать его? Ну, например, C, А, это был, да, там он диссимметричен, по, ну... Ну... спинор мы все равно можем разбить на симметричные и антисимметричные части по верхним. А антисимметричные части мы можем ввести альфа-1, да. То есть антисимметричный спинок эквивалентен, например, ковариантным спинок. То есть эквивалентен просто кутровариантному спинок . Это называется рангом. Если ранг 2 симметричный, то эквивалентен ковариантному спинок. То есть мы всегда так можем сводить. То есть этот байк говорит о представлении. Поэтому мы можем всегда сказать, что они либо симметричные разбивают, либо антисимметричные части. Ну и антисимметричную часть мы всегда можем опускать таким вот образом. То есть это эквивалентен. Значит, теперь, чтобы нам быстрее вычислять, давайте сосчитаем, сколько компонент у... Ну и кроме того, мы с вами договорились, что шпур – это тот же вариант. Правильно, да? Ну это неважно, там уже не вести. Ну, дельта fp – это эквивалентен вариант. Тогда давайте попробуем сосчитать количество компонент симметричного спинок. Ранга холтер. Давайте в общем случае сосчитаем холтер ранга p. То есть у нас имеется... Ранга холтера, да? Ну, вот здесь вот пусть там... Плей имеется, ну, индексов, да? А здесь пусть n там индексов имеется. Вот пусть имеется симметричный спинок ранга p, да? То есть всего это тоже тут. Сколько всего независимых компонент здесь... Сколько компонент имеется, да, по симметричным спинокам? То есть мы-то договорились, что любой такой спинор разбиваем на симметричный и на симметричный. Да? Они являются непереводимыми двумя спинорами, да, уже. Ну, давайте попробуем всегда тать усимметричного спинора. А антисимметричный мы всегда можем превратить, вот, опять, в симметричный. А в ускорение. Понятно, да? Вот. Поэтому, ну, сколько всего симметричный, как сосчитать компонент? Ну, пусть имеется самому. Ну, начнем с общего случая. Пусть ранга p будет, да. Хотя нам только три, по-нау, нравится. Реально. Ну и два. Как сосчитать? Ну, индекс пробегает сколько? Один, два, три. Правильно? Да. Значит, тогда что? Ну, как их удобно считать? По крайней мере, мне удобно считать. Сначала берем тройку, да, и будем считать сколько? Один, два. Вот, когда вообще троек не будет, ну, только компоненты один и два, то сколько всего компонентов? Ну, как? Их всего p. Их всего p могут быть либо ноль, либо единица. Правильно? Ну, сколько всего компонентов такого спинора? Ну, как? Ну, если их p, то надо посчитать уменьшим, правильно? Ну, как? Ну, смотрите. Вот, поставим все единички. Давайте тогда совсем буду подробно поснять. Идите сюда тогда. Раз не говорите. Вот, поставим все единички. Это одна компонента. Потом поставим одну двойку. Потом две двойки. Три. И так, p двое. Сколько всего компонента считаем? Да что ж такое-то? Ну, смотрите, еще раз. Все единички стоят. Причем вы на меня не смотрите. Я здесь перед вами это сам пытаюсь. Вот, все единички стоят. Один, 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 один. П штул. Это одна компонента. Потом сюда поставили двойку. Вторая компонента. Еще двойку поставили. Еще двойку. И так по разу. Только всего сколько компонента считаем? Скажите. В конце года, да, это уже все. Сколько компонентов сейчас засчитать, это невозможно. Да, p плюс 1. Ну как? Вот одна компонента, когда моль двое. А теперь еще двойки добавляем. А двойки просто добавляем, потому что она симметрична, да? Ну как, вот, вот, первая компонента. Один, 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 один. Вторая, один, один, два. А здесь будет один. Третий компонент. Один, один, один. Два, два и так далее. Ну, можете сосчитать? Будет p плюс один. Теперь, это когда мы сосчитали второй ответ. Число компонентов, когда тройки нет. Предположим, есть одна тройка. Тогда это будет на единичку меньше. Правильно, да? То есть я должен какую сумму сосчитать? Сумма будет по четыре плюс один, мы сказали, если я возьму по четыре компонента. Правильно, да? Остальные тройки. А тройка, может, отмежать до p. Нет? Ну, тройка, может быть, либо вообще не будет ноль. Либо их, может быть, они все здесь могут быть. То есть p. Например, количество, которых компонентки 1 и 2, вот столько. Правильно? Ну, потому что другие тройками заняты. Эту сумму можете сосчитать? Или тоже нельзя не сможете сосчитать эту сумму? Арифметическую прогрессию знаете? Сколько будет? Ну, p на p плюс 1, да? Попонент, да? Так, да? Это я вот эту сосчитал. И еще 100 будет плюс p плюс 1, да? Так, да? То есть это будет сколько? То есть это будет сколько? C плюс 1 на c плюс 2. Попонент, да? Вот количество компонентов. Вот столько симметричных компонентов у там бурвариантного или контрвариантного симметричного спинорма. Вот. Но, как я уже сказал, давайте уже прошли не до конца. Значит, понятное дело, что у нас все лукы только такие. В принципе, нам уже достаточно. Но если спинорма p и n варианты, p раз, рав p конкуртом и n ковариантным, то сколько у него независимых компонентов будет? Да, нужно умножить, да? То есть умножить вот на величину n плюс 1, n плюс 2, да? Поделить пополам, да? То есть взять при произведении. И что еще сделать? Но это еще не все. То есть это число компонентов ковариантного, да? Это число ковариантного, да? А что еще нужно? А нужно что сделать? Мы же только с вами обсуждали, что шпура является инвариантной величиной. Да? То есть чтобы было неприводимо, нужно отнять все шпуры возможные. Правильно? То есть шпуры надо отнять. То есть шпуры надо отнять. А шпуров будет сколько? Сколько? То есть вот это я сосчитал, как можно отнять. Сколько шпуров будет? Это зависит от того, что больше П или я? А? Нет. Что значит больше? Просто от них зависит. Т.е. То есть если это обозначить, что Н там П 0, да? А это вот значит Н там Н 0, да? И отнять количество шпурок, которые работают с Н 0, а Н 0, Н-1. То есть на единичку меньше шпур, вы рамками уменьшаете на единицу. Правильно? То есть снизу сверху. Вот. Ну я не буду перемножать, можно и сами перемножить и вычислить. Да? Ну, так, это понятно? Нет? А теперь мы все же давайте с вами родимся вот в барионах, чтобы уже отклонились. Вот. И так. То есть у нас имеются барионы, да? Тогда как мы можем написать? Давайте сочнем тогда. Первое. 3 умножается на 3, да? Вот. Ну, есть такое обозначение. Когда мы писали для Мизона, то у нас было такое умножение, да? Ну, если это ком-вариант, тогда это контр-вариант. Правильно, да? И это было у нас равно, да? 8, да? Ну, с одним. Да. Расписалось на 2 неприводимых представления, да? Это то, что у нас было уже на прошлом семинаре, да? Разлагали. Так, да? Вот. Теперь давайте попытаемся расписать, исходя из этого, можно сказать. Сначала 3 на 3, да? Значит, тогда что будет? У нас будет всего 9 компонентов, да? Или сколько? 9. Но их мы можем разбить на симметричную и антисимметричную часть. Правильно, да? Как-то вы напряженно смотрите, я не могу понять, то ли что-то непонятно, то ли то ли что... Тернее, часть напряженно смотрит, а часть вообще никак не смотрит. Вы говорите, что непонятно. Похоже, у вас что-то непонятное. Или я ошибаюсь? А то я тоже пески же вызвал, поэтому лучше вам сейчас это самое понятие. Вот. Я весь семинар писать не буду. Итак, ну вот, 3, да? Ну, это я... Ну, может быть, вы уже знаете, я про значение, да? Это вот А2С, да? Тройка, да? Умножается на тройку, да? То есть это вот, рассматриваем. Тройка умножается вот на такую тройку, да? Контр-вариантная на ков-вариантную, да? Получается вот такой спинор рамка 1. Ков-вариантная и рамка 1. Контр-вариантная. Да? Вот. Он разлагается на восьмерку, плюс единичка. Синглент. А где-то синглент. Вот это. Разворачивый спинор – это прошлый семинар. Да? То есть, мы шпур вынесли, да? Который ортогонально оставшийся компонент направлен, да? Вот. И получили 8 высоте. Теперь смотрим 3 на 3, да? То есть мы смотрим вот такое, да? То есть мы начинаем си, альфа, си, венкру давайте включим. Здесь равняется си, альфа, венкру. Да? Вот такой спинор. Вот мы в общей линейке уже вон изучаем. А вот. Значит, это, это, здесь есть всего 9 компонент, да? Мы его можем разложить, да, на две части, да? Симметричная, плюс антисимметричная, правильно? Ну, по юрдексам альфа и венкру. Либо индексисимметричный, либо антисимметричный. Так, да? Как мы только что с вами договорились, антисимметричная часть будет эквивалентна по вариантам спинору ранга 1. Правильно? И останется еще симметричная часть. Правильно? Вот. То есть это будет сколько? Ну, давайте я напишу вам, потому что вы скажете, понятно, как раз, например. Так, да? Ну, вот, здесь симметричная часть, а это антисимметричная, которая преобразуется в эквивалентку по контр-вариантному составлению. Ранг 1. И это будет 6 умножить на 3. Понятно? Замечательно. Когда 3 умножить на 3 умножить на 3, давайте посмотрим вот это. То есть это будет первые две тройки, которые мы уже с вами все забрали, да? И это умножается на 3, согласны? Это будет сколько? Это будет 6 умножить на 3, да? И плюс 3 умножить на 3. Будет так. А этот, как мы преобразуем, опять 6 и 3, да? Есть полностью симметричный, да сколько компонентов? Вот, формулы есть. Не зря вы считали, зачем вы старались? А? 28. А? Да ну, по всему 18. Можем все считали. Ну, 3 сюда можете поставить и перемножить? 10 будет? Есть. То есть это будет равно 10, да? И еще что? Плюс восьмерка, да? Ну, здесь всего 18 компонентов. А 3 на 3 мы только что недавно обсуждали, да? Это будет плюс 8 и плюс 1. Понятно это? То есть раскладывается в такую величину, да? Значит, это что? Декуплет, да? Аккет и синдулет. Причем аккетов два получилось, да? И, значит... Значит, есть некоторые ограничения, да, у нас. Ограничения у нас какое? Это три частицы, да? Половая функция, которая с учетом цвета должна быть полностью антисимметричной. Поэтому, что касается основных состояний, то реализуется только декуплет, два аккета, это реально один аккет. Сейчас мы это обсудим. А вот это вообще невозможно. А это вообще невозможно. Для основного состояния, я подчеркиваю. Синглета нет. Почему его нет? Ну, в принципе, вы можете уже... Даже без построения функций, что касается синглета, можете сообразить, почему его нет. Чего его не может быть, если у нас есть принцип Павли. Как вы думаете? Ну, половая функция синглета, половая функция трех кварков, как мы сказали в Должабе, полностью что? Антисимметрично, правильно, да? Вот. Ну, давайте считать. Здесь есть ароматная, да, флеверная функция, да? Она какая? Асимметричная, антисимметричная или какая? По построению? Антисимметричная. Она полностью антисимметричная, только синглета. Ну вот, уже расклад на Cannon, вот смешанная синглета. Это, вообще, антисимметричность полностью. То есть это волная функция ароматная. Это полностью антисимметричная волная функция. По цвету какая волная функция должна быть? Мы как-то тоже обсуждали. По цвету все состояния лекера. Синглеты, да? То есть это опять полностью антисимметричная волная функция. Так, да? То есть получается антисимметричная, антисимметричная, да? Получается какая? Симметричная. Но что у нас еще осталось? По-моему, осталось пространство нервной функции, но мы рассматриваем, я подчеркну, основное состояние, то есть L равняется нулю. То есть нервная функция какая-то, симметричная тоже, да? Что у нас еще осталось в запасе? Спин, да? Спин по одной второй, да? Он может у вас сложиться либо куда? Три вторых, либо в одну вторую. По трех вторых. Когда полностью три вторых, то моя функция какая? Полностью симметричная, то есть она не подходит. Ну то есть у нас уже антисимметричную на антисимметричную, да? Если мы умножим еще на симметричную, будет полностью симметричная, не подходит. А со спином одна вторая, что у нас имеется? Она обладает какой-то определенной симметрией? Нет. Она, так сказать, смешанная там симметрия, правильно? Вот. То есть таким образом мы не можем построить полностью антисимметричную лошадь. Поэтому для основного состояния вот этого симметрия-то нет. Принцип Аулю запрещает его существование. Вот. Ну зато есть декуплеты и актеты. Ну давайте все, что у вас как-то это, я дорисую, да? Вот основное состояние. Это вот, ну сюда гиперзаряд, как всегда, и сюда ехать, да? Вот это есть нейтрон, протон, си минусы, си ноль, и си минус, си маной, си минус. Вот имеется такой актив. Дальше имеется декуплет. Омега минус, си минус созвездной, си созвездной ноль, Сигма созвездной минус, сигма созвездной ноль, сигма созвездной плюс И здесь имеется Дельта минус, Дельта ноль, Дельтя плюс и Дельта плюс-плюс Ну, а теперь что? Теперь давайте попробуем перейти к построению ломовых функций Следующим этапом Ну, давайте мы чуть пораньше сделаем перерыв, чтобы потом насектие Построение ломовых функций не прерываться Хорошо? Мы пораньше сделаем, потом... Ну, пораньше и начнем Да? Вот, то есть тогда перерыв закрепим Я здесь нарисовал актеты и декуплет Вот, значит, актеты и декуплет нарисовал Ну, и построение вот этих ломовых функций, ну, крайне просто Да? И даже обсуждать нечего, потому что... Ну, что такое там, например, Дельта, да? Как вы думаете? Или там Омега-минус? Как просто называть Омега-минус? Самый простой Что такое Омега-минус? Да? Это какие кварки? Это три S-кварка, да? S, S, S И декуплет, мы сказали, декуплет реализуется только что, со спином равным три вторых Правильно? Потому что это полностью симметрично по аромату, да? И антисимметрично по цвету, да? То есть по спинам должна быть полностью симметричная Это три вторых Ну, и построение очень просто Вот так вот есть С, 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 да? И вот Ну, не каждая, так сказать Вот, Омега-минус, да? Ну, а если еще надо, так сказать, цвет, то И ЖМК, цвет Эпистон, И ЖМК, да? Ну, иногда делать надо на количестве, так понятно Вот ломовая функция обидает международа, да? Очень просто Вот То есть декуплет только со спином три вторых, потому что с спином одна вторая декуплетов не бывает Обсновное состояние Вот А этот актет, он только может быть со спином, сколько? Одна вторая, да? Потому что три вторых опять же быть не может Почему быть не может? Три вторых опять спин симметричный По цвету антисимметричный Так, да? А по аромату это смешанная симметрия Опять не получается То есть нужна как бы смешанная симметрия, это смешанная симметрия, да? То есть это для восьмерки только спин одна вторая мы можем строить, да? Ну вот Итак, имеется Вот эти мы можем строить не просто Ну как бы Пишите там Состояние там И все Ну что, например, что такое сигма там? 0, да? Это имеется Сколько? А? Один из кварт, правильно, да? Вот Ну и нужно что там Акты нам добавить столько, чтобы было Ноль, да? То есть это будет сколько? Ап Дау Эльс Правильно? Согласны? Сигма ноль Созвездой я беру Вот И тогда Что? Берем Симметризуем по аромату И симметризуем Вот По спину И это будет наша волновая ароматура Ну Вроде Это Как мне кажется просто А мы с вами Давайте попробуем построить что-нибудь из аптенов Да? Который Не совсем управляет Ну, например, еще вот Протон Да? Самая Подходящая частица Ну, для того, чтобы строить То, может быть, кто-то из квартала начнет строить А не я Наговариваюсь Ну, 13 лет построить Кто По доске пойдет Кто Арифметику В арифметике не ошибается Здесь кроме арифметики Ничего Чтобы я меньше следил за арифметикой Ну, кто желает Ну, кто желает Ну, кто желает Что такое Будешь с вами делать Никто не желает Опять Ну, больше не будет у вас возможности Я даже сотру Да? Стирать, да? Больше Если что Немножко Поехали Поехали На 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 Что такое протон? Какие это уже паровые составы? Кто скажет? А, А, ДАУ Правильно? Это протон Значит, как мы можем начать строить этот протон? Т.е. имеется два кварта, могут быть в симметричном состоянии тела. Давайте сначала рассмотрим два кварта и симметричное состояние. Это может быть АВ, АВ. Вот симметричное состояние. Либо состояние такое может быть? АВ, ДАУН, ДАУН, АВ. Либо ДАУН, ДАУН. Согласны? Или не согласны? Ну, это вот состояние, которое будет симметричное из двух кварталов. Ну, когда взрослые, здесь на втором из двух кварталов. Оно может быть в антисимметричном состоянии. Здесь из двух кварталов может быть какое-то антисимметричное состояние? Нету. Чем глубей вопрос, тем больше он подкладывает ответа, да? А здесь антисимметричное состояние какое-то будет. Лениться на поле из двух, АВ, 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 АВ. Ну, здесь опять нет другого, да? Ну, то же самое, для С можно еще добавить. У нас еще и С-кварт, правильно, да? Тогда я не буду выписывать. Мы собрались строить протон. Все мы сегодня точно не успеем построить лунную функцию. Так, теперь как построить протон? Нужно выбрать либо... Можно начать либо с этой состоянии, либо с этого, да? И добавляя, так сказать, соответственно, квартал. То есть протон, это будет что такое? Ну, начнем вот с этого самого легкого. Начнем с антисимметричного состояния. Это одна из возможных восьмерок, да? Которые, как я сказал, совпадут. То есть имеется это антисимметричное состояние. Для того, чтобы получить протон, нужно сколько к нему добавить? Да, квартал. Да, квартал, да? Потому что здесь из-за скрин какой равен? Нулю? Правильно? Если из-за скрин равен нулю, добавляем из-за скрин, получаем из-за скрин равен одна вторая, да, проекция? И вообще из-за скрин равен одна вторая. То есть это будет протон. То есть тогда получается что? Получается, ну, АП, ДАУМ, ДАУМ, АП, да? И АП. Вот протон на волокон. Я пока без нормировки пишу. Нормировку можно потом разобрать. Так. Либо можно про то, как же попытаться сделать из чего? Начать у вас силы, да? Это вот что? Вы должны построить, как вы должны построить? Построить из-за скрин равен одна вторая и проекцию одну вторую. Правильно? Ну, для этого есть, как это, коэффициенты клепших гарданов, да? Которые, где-то у меня были написаны. Или не были написаны. А, вот так это написано. Ну, я вам напомню. Одна вторая, одна вторая, это точно что же? День цена корень из трех. Один ноль. Одна вторая. Одна вторая, это минус корень из двух трех. Один один. Одна вторая, минус одна вторая. Согласны со мной? Или не согласны? Или не согласны? Значит, тогда протон может построить еще другим способом, да? Ну, мы знаем, что протон и нитрон, то есть, за спину, это член... Ничего. Это дубль. Ну, здесь спинор, помните, строили? Протон и нитрон. Да? Которые были членами из-за дублета, да? Вот. То есть, получается, один ноль, это сколько будет? Где один ноль здесь? Где есть один ноль? Это что такое? Ну, если вот это... Это ноль ноль, да? Договорились? Ага. Ну, это из-за спины. Одна вторая, и одна вторая. Одна вторая, и с минусом, и одна вторая, да? Ну, по одной второй, это спин складывает. Я написал сразу, но предполагаю, что вы это понимаете, да? Или не понимаете. Ну, как спин? Может быть, либо так, да? Это спин, равный с единицей, да? Это единица проекция ноль, один, минус один, да? И, соответственно, спина равна на другую. Так, да? Ну, мы говорим, что спины вы уже изучали, а здесь из-за спины все то же самое. Ап и даун, это... Ап – это вверх, да? Адаун – это вниз. Проекция за спины. Помните, вы писали в другом? Ап – даун. Из-за вверх. Так было? Ну, вот я построил. Теперь про то можно построить как? Вот это... Это что такое? Это ноль, ноль, правильно, да? Состояние. Ап – это состояние одна вторая и одна вторая. Ноль, ноль. Одна вторая, одна вторая складываем. Получаем одна вторая, одна вторая складываем. Получили протон. Протон мы можем получить другим способом, да? Это вот один ноль. Один ноль. Подождите, сколько здесь? Вот это будет? Да? Т.е. пишем Ап – два ноль плюс два ноль. Так, да? И что? Одна вторая, одна вторая, да? Это Ап. Согласны? И минус. Да? Будет сколько Ап? Будет два, да? Где здесь один один? Вот это один один. Ап, Ап с двойной складываем. Сколько даже напишу? Ап с двойной складываем. И вот другая, другая, готовая функция. Это ДАУ. Но двойка потому, что здесь корень и звук, и здесь не есть корень и звук. Понятно, почему двойка? Но общую нормировку потом. Вот можно либо так построить, либо так. Да? Вот треугольную функцию. Да? Казалось бы, это вот те будут, так сказать, две восьмерки. Да? Два протона будет. Да? Два протона не будет. Дальше нужно учесть спин. Помните? Вот. Значит, для того, чтобы учесть спин, что нужно сделать? Нужно, чтобы эта булавовая функция была полностью симметрична. Правильно, да? Ну, потому что у нас дальше останется еще антисимметрична по цвету. Да? Ну, совсем будет полная антисимметрична. То есть, без учета цвета, который нас сильно сейчас не волнует, да? Вот. Это полностью симметрична во восьмерки. Значит, для того, чтобы получить дальше протон, мы должны что? А с дамом минус дамом а умножить на спиновую ломовую функцию, да? А спиновая ломовая функция будет такая. Вот. Только что он рисовал, да? Минус. Так. Победать так. Дальше нужно перемножить. И симметризовать. Ну, так как из вас никто не захотелось, то я, так сказать... Может, кто-то пойдет и попробует засчитать, да? Или я с листа напишу. Я не буду здесь вычислять. То есть, мы берем и перемножаем, да? То есть, как? Как это будет? Это будет ад вверх, да? Даун вниз, да? Минус... А, и на... Что? И на ад вверх, да? Дальше будет... Это я написал в точке. Минус. Даун. Даун вверх. Ад вниз. Ад вверх. Да? И минус. Минус. Ад вниз. Ад вниз. Ад вниз. Даун вверх. И ап вверх. И ап вверх. И плюс. И плюс. Даун. Ад вниз. Ад вниз. Ад вверх. Ад вверх. Нет, я правильно написал. Перемножил. Так, да? Вот. А еще потом нужно что? Нужно поменять первую со вторым и первую с третьим, да? И добавить. И добавить. Чтобы было симметрично совсем ясно. Вот. Вот это я уже опустил. Вот. То есть если вы еще сделали симметризацию, да? То есть первую со вторым и первую с третьим переставить и ставить, да? Чтобы будет полностью симметричным. Вот. То есть если вы это сделаете, то вы получите такую новую функцию. Два. Теперь я уже перепишу. Имулятор. Приводить подобное. Сейчас здесь. Ад вверх. То есть два. Ад вверх. Ад вверх. Вдаву. Вниз. А потом я у notes. Мы легко делаем. Вдавую. Вниз. Вверх. Вверх. В, вниз. Минус. Минус. Ад. В вниз. Ад. Вверх. Вдаву. Вверх. В! Минус. Ад. В вверх. Ад. И вниз. Давы. Веньiędzy. Вверх. Верх, вниз, даун, вверх, верх, верх. Эта строчка минус, даун, вверх, вниз, вниз. Минус, даун, вниз, верх, 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 вниз. Но, когда идет пройдет, как никто из вас не затопил в доске, тогда пройдет и сами думает, что будет так. Я повторю еще раз, что мы начали функциональные комбинации. Вот тогда построили вот такую волную функцию. Давно жили она спинную волную функцию. Это получилось полностью симметрично. Вот ее нарисовали. Еще можно симметризовать, как я сказал, с первым, со вторым и с третьим. И тогда получится все, что нужно. Значит, первый, нет, неправильно написал. Первый со вторым не надо симметризовать, он так симметризовывает. Понял, так симметризовывает. Нужно третий симметризовать, да? Нужно третий симметризовать, да? С первым и с вторым двиняющим. Получили вот такую волновую функцию. Ну, здесь еще можно добавить единицы на кориде на 17, да? Правильно? Для нормировки. Для нормировки. Чтобы нормировано было правильно. Вот волновая функция. Теперь вы можете стартовать вот с этого варианта. Вот имеется вот протон, да? Теперь вот так построенный, да? Начинается с симметричной комбинации. Когда нужно взять вот эту волновую функцию, да? И проделать эти самые манипуляции. Арифметические, да? Ну, в качестве упражнения проверьте, что будет та же самая волновая функция. Ну, это уже то. Вот я вам начал. Вот берем, перемножаем, потом вот так вот переставляем, симметризуем, получаем. Здесь все то же самое. Берем, перемножаем, симметризуем и получаем. Правильно? Дальше. Вы можете, например, построить волновую функцию, что еще, например, нейтрон. Да? Нейтрон, это что такое? Из-за спин одна вторая и что? Проекция одна вторая. Правильно, да? Минус одна вторая. Согласны? Опять. Вы можете статковать любовь отсюда. Вот с этой координации, да? Это 0, да? И добавить down. То есть, нейтрон. Что такое будет нейтрон? Нейтрон, это будет соответственно, up, down, минус down, up и down. Это из-за спин 0. Согласны, из-за спин одна вторая и получили из-за спина два вторая. Правильно, минус одна вторая. Это нейтрон. Так? Домножаем опять вот на эту волновую функцию и симметризуем. И получаем опять ответ. Либо мы можем пойти, как это, с другой стороны взять симметричную координацию, да? И получить функцию не одна вторая, а вторая, а вторая минус одна вторая. И тоже поделать те же самые манипуляции. Понятно с этим делом, или нет? Ну и волновая функция для нейтрона. Я её тогда уже, наверное, тоже выпишу. И мы сейчас посчитаем лучше что-нибудь. Там метода нам не было. А вот эта. Это волновая функция протона. А волновая функция нейтрона. И мы тоже здесь к нейтронии 17. Будет такая. Это моя функция. И вытянули 2, снизу, 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 снизу и снизу. И мы должны прижать, чтобы вы истили не обморачивая力. И выставляем клуб. Вверх, вдаль вниз, 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 вдаль вниз Вниз, сам, вверх, а вверх. И это будет огромное направление. Больше ничего нет. У меня времени сейчас. Орифменик это будет долго делать. Вы лучше скажите, есть кто-то непонятно как? Я начал? Как это? Совсем простые ритмические действия я проделал. Там дальше просто поведение подобных, расписывание и так далее. То есть, грубо говоря, здесь должен написать еще один. Четыре члена привести подобные. Вот получили волновые функции. Вот эта волновая функция получилась совершенно симметричная. Но, как я сказал здесь, потому что мы еще не учили цвет парка. То есть, если я добавлю сюда и ЖК везде, и умножим на и ПСК. То есть, будет симметричная по цвету. То есть, это полностью симметричная волновая функция. Понятно это? Вот получили волновые функции протона и нейтрона. Ну а теперь давайте сделаем следующее. Как у нас еще вроде есть время. Получим магнитные моменты протона и нейтрона. Как это сделать? Оператор магнитного момента равен чему? Так. Я эти аптеты декуплет стираю, да? То есть, декуплет только со спинами в трифтами, а аптет со спинами только одна фрэ. А симметричная, а симметричная вообще для основных состояний проявления. Итак. К чему равняется магнитный момент, да? Как вы его читаете? Оператор магнитный момент учит. Что такое? Я равняю силу кое-то мин, да? Так, да? Что еще есть? Он пропорционален к чему? К заряду, правильно, да? Напишем так, я кварт на е, да? То есть, заряда в кварт. И что еще есть? Сигма, да? Правильно, так напишем. Можем так написать? Ну, это магнитный момент кварт, который мы не знаем. Но мы с вами здесь единственное сделано и предположили, что магнитные моменты, так сказать... А куда он одинаковый, да? Понятно, да? Вот. Может быть, я же в таком предположении делаю, но давайте пока сделаем, да? Ну, то есть, квартные массы, которые одинаковые, то есть магнитный момент, например, одинаковые. Теперь давайте попробуем сосчитать магнитный момент протона. Вот. Почему он будет равен? А первое совмещение. Ну, стартуем с протона. Это будет сколько? Понятное дело, что будут только диагональные члены, да? Ну, то есть, вот этот со своим сопряженцем, правильно, да? Так они все будут ортогональны. Понятно это, да? Ну, если мы с этого уже понемногу. Это не понятно, что такое точка вот. Итак. Смотрим. Вычисляем магнитный момент отсюда. Здесь будет сколько? Четверка, правильно, да? Ну, два, два, четыре. Потом будет здесь сколько? А. Это будет две трети, правильно, да? Это будет сколько? Минус одна треть. Будет минус одна треть. Да? Но, так как спина еще вниз, да? Это будет плюс одна треть. Правильно? Ну, заряд. Здесь две трети, а здесь минус одна треть. Но сиква z в разных сторонах. Да? И здесь сколько будет? Плюс две трети, да? Согласны? Значит, а этот сколько даст? Столько же, и этот, естественно, столько же даст. Поэтому вы, конечно, можете увидеть, когда вы читаете, например, оператор, ну, это среднее от джемортирного момента, то положение кварков неважно. Понимаете, да? Какой первый, какой второй, какой третий. То есть можно как бы соединить, да? То есть мы вложим на три. Правильно? Так. Дальше сколько будет? Это будет сколько? Плюс, да, будет? Опять. Будет сколько? Минус две трети, да? Плюс две трети, минус одна треть. Будет так, когда не будет? Ну, и будет так везде, да? Ну, и для этого, и для этого, и для этого, и для этого. А таких членов сколько? Шесть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правильно считаете? А это будет сколько? Здесь будет, тройка сокращается, пять, пять, четыре, двадцать. И здесь минус два, да. То есть всего восемнадцать, да? Ну, еще корень из восемнадцати, да, нужно учесть. Если это угрожается на восемнадцати на минус, да, то все это равняется в нем. Причем тонны. Вот это вот. Магнитный момент протона получили. Ну, а теперь давайте попробуем засчитать для нейтрона, да? В нейтрона будет сколько? Будет опять четыре, да? Вот здесь вот. А дальше сколько будет? Это будет минус одна треть, правильно? Минус одна треть. А здесь минус две трети, правильно? И опять же минус одна треть. Я правильно написал это? А почему мы все равно пишем? Ну как, два четыре. Здесь двойка стоит. А двойка откуда еще? Ну, как это? Магнитный момент начинает ровная пинсцель с си. Правда? С си. Нет, ну точно. Доверьте и приумножайте, да? То есть вот это что-нибудь измирается этим. В руке дадут ноги, да, не автогональность. Я в этом начале уже сказал. Так? Этот, вот мы сняли вот такую причину. Так, дальше сколько будет? Будет плюс, да? И таких членов будет три, да, опять? Ну, проверяйте, так или не так. Но если я ошибся, будем искать ошибку тогда. Я, к сожалению, не знаю ответа. А здесь сколько получается? Это будет две трети, да? Две трети. И здесь сколько будет плюс одна треть и минус одна треть? Таких членов будет шесть. Ну, проверяйте, проверяйте. Не наденьте, что я правильно считаю. Ну и сколько это получается? Здесь получается минус четыре, да? А минус четыре получается, и это будет минус шестнадцать. Правильно? Вот. Минус шестнадцать получается, а здесь плюс четыре получается, да? Тогда. То есть получается минус двенадцать, да? Умножается это на восемнадцать и минус, да? То есть получается сколько? Две трети, да? Согласно? Ну вот. Теперь берем их отношения. Ну, мил мы, естественно, не знаем. Но берем их отношения, там, и не трогано нам. К мил парадону получаем минус полтора. Правильно? Получаем. Получаем три вторых, это полуторка будет. Ну, а если вы посмотрите эти таблицы, если меня не смеет память, вам один сорок семь будет. Ну, вот, как это конкретный, небольшой пример, как можно использовать вычисления. Там дальше есть массовая форму и так далее, но на этом у нас уже с вами нет времени и всего прочего. Дальше можно много что получать в соотношении между распадами. Вот. Ну, учитывая вот эту семью период. Соотношение, между прочим, получается довольно хорошее. Если учесть, там, фазовый объем, который, конечно, разный, в силу массы, кварка, ну и, соответственно, частиц, вот. То константные связи довольно хорошо описываются в этой симметрии. Какие есть вопросы? У нас сегодня все, последний семинар у нас там осталось. Еще сколько-то минут? Минут пять-десять, но уже ничего большого, более большого мы сделать не сможем. Вот. Поэтому, если есть вопросы, то я готов ответить. Ну, просто я хотел продемонстрировать примером на магнитномоментами и построение волновой функции протона и нейтрона. Все остальные вы теперь можете, очевидно, строить так по аналоге. Ничего здесь сложного нет. Если вам потребуется. Еще раз повторяю. Я здесь не учитывал цвет, но от цвета они никак в магнитный момент не зависят, поэтому опять никак. Так что у нас здесь первый, второй, третий плат никак не отличался, то я бы мог, конечно, вот эту волновую функцию для вычисления магнитного момента сильно упростить, да? Вот сложить эти все, да? Это если знать, что можно сделать уже, то тогда можно сделать. Нет вопросов? А, или квадрат? Да. Ну, магнитный момент, вот, что такое? И аж, там, надуваем цветом, правильно, да? Значит, посмотрим. Так, да. Ну, здесь стоит заряд квадрата, да? То есть, либо 2 третий, либо минус 1 третий. Вот это и лично. Да, ну, а мы же считаем волновую функцию, там, несколько композиций квадрат. Вроде, говорите. Ну, мы волновую функцию берем, где 2 квадрата будет. Ну, 3. Ну, 3 квадрата, да. Не, ну, вот на смысле, если сумма, да? На каждой квадрат есть, на 1, 2, 3. Ну, на каждой квадрат есть сумма. 1, 2, 3. Вот видите, я складываю. И еще есть вопросы? Ну, тогда все, да? Значит, к сожалению или к счастью, я с вами не прощаюсь, да? Вам сюда не оставать. Ну, а Юлия, нам еще готова, может быть? Да. Спасибо. Спасибо.